Провести выходные с семьей и за праздничным столом. Именно так, по мнению большинства, и встречают Новый год жители России. Вот только относится это далеко не ко всем. Например, сотрудники скорой медицинской помощи круглосуточно находятся на боевом посту. Они и становятся свидетелями первых жертв новогоднего веселья. Вплоть до того, что выезжали даже на улице, в состоянии тяжелом, без сознания, определяется как внешний вид пациента, пары, запах алкоголя. С 31 декабря по 8 января на пульт скорой помощи Десногорска поступило 293 вызова. И недомогание пациентов связано не только с традиционными для зимы ОРВИ и невралгией. Именно в новогодние выходные наблюдаются наиболее тяжелые случаи алкогольной интоксикации. Итоги затяжных праздников подвели и в Смоленском наркологическом диспансере. Так, вытрезвитель доставили 80 человек. В отделение поступают только те, кто не мог самостоятельно передвигаться. Смоляне, по словам наркологов, доходили до такого состояния, употребляя вино, водку, пиво, суррогат. Много тех, кто поступал с алкогольным психозом, известным как белая горячка. А в некоторых случаях это приводило даже к галлюцинациям. Кто-то животных, кто-то насекомых может видеть, кто-то людей, кто-то инопланетян. Кто-то, если раньше участвовал в военных действиях, то они, как правило, видят боевые действия. То есть участвуют в них. Среди поступающих в диспансер представители разных профессий. В основном же это мужчины от 30 до 50 лет. Врачи советуют праздничные дни минимизировать количество принимаемого алкоголя. Тем более, что при злоупотреблении спиртным возможен и летальный исход. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ